Случайностей не бывает. Святой Дух здесь. Святой Дух, Ты здесь. Отец, мы почитаем Тебя и поклоняемся Тебе. Мы верны Тебе. Благодарим Тебя за добрые намерения в отношении нас, за хорошие мысли о нас, за наше будущее, которое Ты задумал уже в самом начале времен. Мы знаем, что Ты наш Всевышний, наш Всесильный, могущий сделать все для нас. Мы благодарим Тебя за Слово Твое. Отец, Ты даешь силы нам, чтобы мы не пали духом. Ты знаешь все наши стремления и желания. Ты наш Всевышний и всемогущий Бог. Мы знаем, что в Твоих руках мы в безопасности. Под Твоими крыльями нам ничего не грозит. Отец, мы не хотим ничего пропустить из того, что Ты хочешь нам сказать сегодня. научить нас через рассказ о Руфе и Ваозе. Когда мы молимся своими словами Богу, мы начинаем слышать Слово Его. Наши глаза начинают видеть. Мы видим, Отец, что Ты смягчаешь нашу почву, чтобы мы смогли принять семена Слова Твоего, а Святой Дух смог полить их водой, чтобы они принесли плоды. Я скажу Вам, что любая Ваша ситуация будет разрешена, и все Ваши вопросы не останутся без ответа. Только Ты, Отец, сможешь нам помочь. Только Ты, Всемогущий. Ты обновишь наши сердца и принесешь изменения в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. В прошлом месяце я ездила в гости к своим родителям и прогулялась по их дому. Да, у них большой дом. Меня заинтересовал большой книжный шкаф, заполненный книгами, старыми библейскими книгами, где есть пояснение к текстам. Вот эта книга напечатана в 1694 году. На первой странице сказано, что эта книга для использования в духовных целях. Как верно. Она привлекла мое внимание. Самое необыкновенное в этом то, что эти старые книги принадлежали моим пра-пра-пра-бабушкам и дедушкам. Это оставленное нам наследство. Это не только вещь, но и духовное наследие. Вот эта Библия. Посмотрите, как она прекрасно оформлена. Посмотрите. Но главное, что внутри. Я люблю Слово Божье. Мне нравятся те перемены, которые оно вызывает в вашей жизни. Мне нравится то, сколько сил дает вам Слово. Я люблю, что Слово вам помогает. Это Библия. Это Слово – свадебный подарок на свадьбу бабушки и дедушки моего отца. У меня есть их фотография. Итак, посмотрите. И вы знаете, случайностей и правда не бывает. Они поженились в тот же день, что мы с Питером, 23 мая 1907 года. В песне благословения мы поем. Я перевела ее на нидерландский язык. Господь благословляет тебя и защищает тебя. Он рядом с тобой. Он милосерден. Он устремил свой взор на тебя. Он излучает добро и благодать для тебя и более чем на тысячу твоих поколений. Бабушка и дедушка моего отца – это уже шесть поколений. Мы – это седьмое поколение. Я спросила моего отца, что ты помнишь о своих дорогих бабушке и дедушке? Он ответил, что они были богобоязненными и молящимися людьми, людьми духовными. Вот это да! Что же скажут о нас? Что же Бог говорит о нас? Давайте вместе почитаем из Исаии. «И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь отныне и до века. От уст потомства твоего и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь отныне и до века». Далее читаем. Позволь благодать Его настигнуть тебя, твоих детей, детей твоих детей и детей их детей, из поколения в поколение, богобоязненные, молящиеся и исполненные духа люди, поколения, меняющие этот мир, поколения, ставящие Бога на первое место, поколения, через которое Бог может полноценно работать, послушное Богу поколения, поколения, чьи сердца принадлежат Богу, поколения, помнящие, что Бог всемогущий, поколения, знающие, что Бог всевышний, поколения, верующие в то, что Он, человека, любив и милостив, поколения тех, кто знает, что Он щедр на милосердие и верность, поколения тех, кто знает, что Он не устает быть милосердным по отношению к нам, к тысячам наших поколений, из поколения в поколение. Ничего себе! Я благодарна, что я происхожу из поколения богобоязненных, молящихся и исполненных Духа людей. Может быть, здесь в зале есть те, у кого нет верующих родителей или же прародителей. Знайте, тогда все начнется с вас. Аминь. Богобоязненные, молящиеся и исполненные Духа – это вы. Те, кто сможет поменять историю для будущего поколения. Случайностей не существует. Для Бога нет ничего невозможного. Об этом я уже говорила, когда читала вам о Руфе. Женщина, которая упоминается в поколениях, в четыре рода, из которого позже произойдет Иисус. Обычно только мужчины упоминаются из рода в род. Но в книге от Матфея Бог упоминает трех женщин – Тамар, Рахав и Руф. Если же мы посмотрим на историю этих женщин, то мы увидим, что Богу все равно, откуда мы родом. Тамар была блудницей, но тоже происходила из будущего рода Иисуса. Рахав, мать Ваоза, тоже занималась проституцией. Рахав укрыла двух саглядатых в своем доме в Верихоне. От одного из них и родился Ваоз. Так она присоединилась к израильтянам, к роду, от которого позже произошел Иисус. Третья женщина Руфь – моевитянка, иностранка, тоже из поколения, из рода Иисуса. Поэтому ваше происхождение и ваше прошлое не имеет значения. Бог всегда открыт для вас. Книга Руфь повествует нам прекрасную историю. Израильтянин Елемелех жил в Вифлееме. В то время в стране был голод, и он решил уйти из города. Он вместе со своей семьей, женой Наймень и двумя сыновьями переезжает в Мааф. Он мог бы переехать в другой город Израиля, но нет. Он переезжает в Мааф, во вражескую в те времена Израилю страну. Он приехал не как миссионер, а поехал туда жить. От такого его решения пострадала вся семья. Он умирает, а его два сына, Махлон и Хелион, женятся на язычницах. Спустя 10 лет жизни в Мааве умирают и сыновья. Наймень же его жена остается одна с двумя снохами. Все три остаются вдовами. Они убиты горем, они без будущего. Но до Маава дошло Слово Божье, что Бог посетил землю обетованную. Он послал людям хлеб. Снова пошел дождь и был богатый урожай. Наймень сказала, я пойду обратно в Ифлием, на мою родину. Орфа и Руф решили пойти вместе с ней. Но в пути Наймень говорит им, зачем вы идете со мной? Идите обратно к своим богам, к своим семьям. У вас здесь нет будущего, нет наследства. Я вам ничего не могу дать. То есть у вас нет никакой надежды и никакого будущего. Наймень все потеряла, что имела, и ее сердце ожесточилось. Что делать, когда вы приходите к тому, что вы думаете, что Бог вас оставил? Что же делать, когда у вас почти не осталось надежды на изменения, и вы думаете, что Бог против вас? В Библии же говорится, что Бог – это Бог. Он никогда не спит, никогда не отлынивает от своих обязанностей. Знайте, что Он все контролирует. Он видит вас. Он знает, что с вами происходит. Он знает. Он знает, через что вам приходится проходить. Он знает вашу ситуацию. Он знает, кто вас оставил. Он знает, кто вас предал. Но Он также знает и того, кто вас благословил. Случайностей не бывает. Все три женщины плачут. Орфа целует свою свекровь на прощание и возвращается к своей семье, к своим богам. В притчах сказано, что человек выбирает своими глазами всегда верный путь. Господь проверяет то, что есть внутри человека. Орфа планировала пойти с Найминь, но все же выбирает свой собственный путь. В Библии сказано, что Орфа ушла. Нам бывает трудно, когда люди уходят от нас. Это могут быть ваши друзья, ваши любимые, люди из вашей церкви, ваша семья. Это тяжело. Я поняла то, что люди, которые от вас уходят, больше не связаны с вами. И знаете, если люди от вас уходят, отпустите их. Не цепляйтесь за них. Не бегите за ними. Вам с ними не по пути. Руфь же остается с Найминь. Она обнимает ее, говорит. Куда ты пойдешь, пойду и я. Твои люди будут моими людьми. Твой бог будет моим богом. Пока ты жива, я буду с тобой. Она клянется верности. Во всей Библии мы видим это. Даже в обычной жизни люди, которые связаны с нами духовно, они говорят, «Твой бог будет моим богом». Это вдохновляет и дает силы. Мы нужны друг другу. Орфа уходит, а Руфь остается с Найминь. В притчах мы читаем, «От Господа направляются шаги человека». Бог ведет вас к вашей цели. Ваши шаги к Богу видны Ему. Он поддерживает вас. Шаги Найминь и Руфи видны Господу. Он поддерживает их. И они пришли в Вифлеем. И Руфь говорит, «Иди, а я пойду на поля, пойду к женицам. Что останется у них, я соберу». Это было разрешено по еврейскому закону. Там было множество полей. В Библии сказано, и случилось так, что она пришла на поле Ваоза. Просто так произошло. Это была случайность. Случайностей не бывает. Это что-то божественное. Это рука Господа привела ее на поля Ваоза. Далее в Библии читаем, что пришел Ваоз, и снова, не случайно, а по велению Господа. Бог ведет нас к цели. Бог ведет нас к цели, если мы послушны Ему. Руфь не ожидала, что на полях можно будет собрать урожай, чтобы обеспечить себя пищей, и что она встретит владельца полей, и что она станет влиятельной женщиной в Израиле. И вы думаете, какое счастье, какое благословение Божие, и это тоже правда. Но есть еще что-то, какой-то невидимый, духовный закон, который действует на основании того, какое у нее сердце. И я верю, что ее духовные качества, ее образ жизни, которыми она буквально привлекла к себе милость Божию, есть такие вещи, которые Бог видит, и они буквально притягивают Его милости и благодати к людям. Слово гласит, что Его глаза глядят на всю нашу землю, чтобы поддержать того, кто всем сердцем стремится к Нему. Это мы видим и в жизни Руфи. Она решительно хотела служить Богу. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты будешь ночевать, там и я буду. Твои люди будут и моими людьми, и твой Бог будет моим Богом». Найминь увидела, что она твердо решила пойти с ней вместе. Ей нечего было возразить. Руф была настроена решительно. Ее намерение было непоколебимо. Это так сильно отличалось от слов Орфы. Обе плакали на прощание. Обе вели себя очень эмоционально. Эмоции нужны. Бог наградил нас эмоциями. На нас иногда производят впечатление, когда люди плачут при молитве или на проповеди. Мы думаем, ничего себе, Бог тронул его сердце. Я помню, когда я дисциплинированно ходила в церковь, но я все еще не знала его, а ревела все время, пока изучала Библию. Я вернулась домой заплаканная, смахнула слезы. Мне было неловко, что я плакала перед Питером. Я уткнулась в газету, спрятавшись, и думала, что так мне будет лучше. Питер сказал мне, Илона, Бог тронул твое сердце. Теперь выбор за тобой. Выбор полностью отдать себя в его руки. И я это сделала. Я поднялась наверх и произнесла, Господи, я здесь без Тебя. Я не могу и не хочу жить дальше. Следовать за Богом и решительно служить Ему вот что еще глубже, чем наши слезы. И вот тогда случаются чудеса. Так же, как и Руф, которая находит милость Господа, она встречает Ваоза. И Ваоз одарил ее безмерной благодатью. Милосердие, дарованное нам Богом, чудеса, которые заставляют задумываться, «Почему я нашла сострадание и милосердие в твоих глазах? Почему ты даровал мне все это?» Ваоз отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня». Руф сделала выбор и оставила все, чтобы следовать за Богом, чтобы быть под его крылом. Кому же нам всем идти, как не к нему? Только лишь Иисус говорит нам о вечной жизни, только лишь Христос обещает нам ее. Читаем дальше главу третью Ваоз и Руф. Ваоз – это тот мужчина, которого Руф случайно встретила на поле. Он – родственник Найминь. Найминь сказала, что он один из наших родственников, тот, кто может жениться на вдове из семьи, которая еще может иметь детей. Он может выкупить семейную землю, которая уже была продана. Елемильях же продал землю, когда отправился в Муаф. Он – спаситель. Он может дать нуждающимся людям заботу и защиту. У него было право купить свободу для кого-либо. Он – образ Иисуса, спасителя, купившего нам свободу от вины, стыда и осуждения ценой своей жизни. Мы не рабы греха. Мы свободны во имя Иисуса. Рядом с Ним мы отдыхаем. Найминь знала, что Баос мог быть одним из таких спасителей. А они обе нуждались в помощи. У нее появилась замечательная мысль. И вот она говорит. И сказала ей Найминь свекровь ее, «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Она здесь имеет в виду безопасность, которую гарантирует женщине брак, брачные отношения, дом. Дом – это безопасность, место вашего отдыха, место, где вы защищены, где вы в безопасности, место, где вас любят. Найминь очень хотела этого для Руфи. Вот она и говорит ей, «Ваос, Ваос, со служанками которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит, есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Руфь сказала ей, «Сделаю все, что ты сказала мне». Вот что сказала Найминь. Но что вы думаете? Она манипулирует своей невесткой? Может быть, она прекрасная сваха? Конечно же, нет. Найминь желает стабильности для своей невестки. Найминь дает ей конкретные инструкции. Умойся. Ведь при собирании колоссев она испачкалась в пыли и земле. Поэтому она и говорит, позаботься о своей чистоте. Помажься и надень свои лучшие одежды. Так сказано во многих переводах. Здесь используется слово «одежда». Оно используется дважды в значении «обогреться ночью». Ведь она пошла ночью на гумно. А второе значение слова – «когда Давид встал и горевал о своем ребенке». Об этом сказано во второй книге царств. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Так же, как и в Руфе. Умылся, оделся и переменил одежды свои. Первое, что я в этом вижу – то, как Давид завершает процесс горевания. Я думаю, что Найминь здесь говорит Руфе. «Сними свои темные, траурные одежды того времени, когда ты горевала о смерти своего мужа. Сними эти одежды и расскажи Ваозу, что время траура прошло, и что ты сейчас смотришь вперед. Время траура прошло. Умойся, помажься и надень теплую одежду». Второе, на что я обращаю внимание, она говорит «ляк у ног его». Я смотрю тут на отношения. Отношения углублялись, начиная с его ступней. Его ступни упоминаются в третьей главе четыре раза. «У ног его» означает полностью отдаться, раствориться. «Жизнь, полностью подчиненная Богу, начинается у его ног». «У ног его мы ищем его лик». «Там у ног его слышим мы его сердце». «Там у ног его чувствуем мы его присутствие». Руфь поняла это. Она лежала у ног его. Она сложила свою жизнь к ногам его. Ваоз говорил с ней. И вот она услышала его голос. Ваоз дал ей инструкции и дал направление. То же самое и с нашими жизнями, когда мы вверяем себя ему. Он говорит с нами и говорит через слово свое. И пошла на гумно и сделала все так, как приказала ей свекровь ее. Ваоз наелся и напился. И развеселил сердце свое. И пошел и лег спать под лескирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Ваоз, «Кто ты?» Она сказала, «Я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Ваоз сказал, «Благословенно ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь. Спи до утра». И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Ваос, пусть не знают, что женщина приходила на гумно. Зачем Руф делает все это? Почему она пошла тайком ночью? Ваос был справедливый мужчина, и если бы она пришла с дурными намерениями, он бы прогнал ее. Руф знали как добродетельную женщину. Найминь дает совет Руфе, как поступить. Она говорит ей, он сам скажет тебе, что тебе нужно сделать. Это все нужно было для того, чтобы начать разговор. Днем это было невозможно. Она женщина, маовитянка. Днем она подбирала колосья. Вокруг нее было много народу. Ей было неудобно. Все бы ее услышали. Ей нужен был разговор с глазу на глаз. Он мог бы сказать, нет, ведь это было своего рода предложение. Он же спросил, кто ты такая? Она ответила, я Руф, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. Она говорит то, что хочет видеть. Ваос сказал, благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Ваос сказал, благословенна ты от Господа, дочь моя. У них приличная разница в возрасте. Он и говорит, дочь моя. Не бойся, все, что ты просила, я сделаю. Не бойся. Все, все, что ты просила. Он говорит ей, да, да, я согласен. Руф попросила, а Ваос ответил ей, да. Питер всегда рассказывает историю нашего знакомства, когда мы встретились. На узкой улочке в одном городе. Я увидела его, и он мне так понравился, что я подумала, он мне нужен. Я ждала его, и я для себя решила, что он будет моим мужем. Ему я, конечно, ничего не сказала. И вдруг он меня поцеловал. А я спросила его, мы уже встречаемся, так ведь? Просто так никто друг друга не целует. Вернемся к Ваозу. Он говорит, верно, я родственник, но есть еще тот, кто ближе меня. Я завтра утром его спрошу, если он хочет жениться на тебе, то пусть так и будет. Но если он не хочет, и тут Ваоз произносит имя Иегова. До тех пор, пока он жив, я буду женат на тебе. Руф знает, что он о ней позаботится. Если вы переживаете фазу трудностей в вашей жизни, если вы не знаете, как быть дальше, я хочу, чтобы вы знали, что есть Спаситель. Бог, который желает позаботиться о вас. Какими бы ни были ваши вопросы, ваши страхи, ваши сомнения, есть Бог, желающий защитить вас. Мы хотим сказать ему, приди в мою жизнь. И он ответит вам, все, что вы скажете, сделаю я. История Ваоза и Руфи в Ветхом Завете – это образец Евангелия. Ваоз дарит Руфи шесть мер ячменя. Почитаем дальше. А Руф пришла к свекрови своей. Та сказала ей, что, дочь моя, она пересказала ей все, что сделал ей человек тот, и сказала ей, эти шесть мер ячменя он дал мне и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Руф сделала все, что могла. А сейчас ей было нужно подождать. Просто спокойно подождать. Как же Ваоз разрешит эту ситуацию? Вся книга Руфи указывает нам на Иисуса. Он говорит, приди ко мне, и я дам тебе спокойствие. Нашли ли вы успокоение в Иисусе Христе? Если вы поверите в Него и доверитесь Ему, то Он сделает все остальное. Мы не можем сами проложить путь к спасению. Он сделал то, что мы сами не могли. Он наш Спаситель. Он привлекает нас своей любовью в отношения с Ним, чтобы мы нашли успокоение в Нем. То, что вы сейчас сидите здесь, это не случайность. Не случайность, что вы слышите Меня сейчас. Это не случайность. Случайностей не бывает. Бог ведет вас в это место, где Он дает свое благословение, свою защиту и спокойствие. Он может послать вам это. Я молюсь, чтобы вы были там, где вы сможете осуществить то, для чего Он вас призвал. Но больше всего я молюсь, чтобы Он исполнил то, что Он вам обещал. Он не оставит начатого дела и не оставит Меня. Аминь. 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 Продолжение следует...